После того, как мы поняли, что история, она идет в будущее, а будущее нам открыто широкими мазками, в общем, но открыто, и мы должны обязательно этим заниматься. Этим и занимается футурная история. Ас-саляму алейкум, ва-рахматуллах и ва-баракяту, во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Уважаемые друзья, снова мы встречаемся. И в первую очередь хотелось бы поблагодарить всех тех, кто уже откликнулся на новый компьютер. Уже собрано 28 466 рублей. Этого еще недостаточно. И я надеюсь, что в какое-то там ближайшее время мы все-таки соберем необходимую сумму. Но, уважаемые друзья, сбор продолжается. Заранее всем благодарен. Еще новость, которая была в эти дни. У меня вышла статья очередная на сайте электронный Минбар шейха Эльмира Кулиева. Там я говорил немножко о России, а по большому счету о власти в России. О том, откуда она произошла и каким образом нам навязывается неверный генезис и неверное понимание российской власти. То есть я так немножко углубился в историю. И здесь, кстати, сразу пару слов хотел сказать. Очень многие люди неправильно понимают себе сам метод исторического исследования. То есть вот это вот навязанное преклонение перед источниками, которое прямо-таки доминирует у нас в научной среде. Оно изжило себя. Уважаемые друзья, сейчас времена изменились. По одной простой причине, что вот уже сейчас каждый может понять, что любой абсолютно источник может быть либо фальсифицирован, либо неверно интерпретирован. Потому что вот тот гигантский объем информации, который валится сейчас на нас со всех сторон, он как раз показывает, как на самом деле люди работают с информацией. И то, что сейчас это обрушилось просто-напросто на всех людей, не значит, что раньше так не делали специалисты. Любое дело развивается по определенным законам. И, скажем, информационный поток, он, естественно, развивается по экспоненте. То есть от нуля сначала какое-то движение, потом взрывной рост. И вот сейчас мы переживаем эпоху как раз взрывного роста, когда информация в огромных количествах поступает к каждой голове. Уважаемые друзья, все вот эти методы, когда вбрасывается какая-то информация, а потом она перекрывается другой, небольшие искажения, новый контекст, определенный смысловой ряд, который переформатирует само изначальное содержание. Все же это было и раньше. Посмотрите, любое историческое исследование, оно ангажировано. Оно всегда, абсолютно всегда обслуживает чьи-либо интересы. Это 100%. И вот мои так называемые исторические исследования, хотя это не исследование ни в коем случае, потому что я не историк, я футуро-историк, это большая разница, они тоже ангажированы моим желанием найти истину в том понимании, как я это вижу. Нельзя говорить, что я такой вот абсолютно отстраненный человек, который 100% объективный. Нет, конечно, это мое субъективное мнение. Я всегда говорил, что каждый человек, он халиф в своем собственном мире. И я строю свой мир. И каждый из вас должен строить свой. Поэтому, уважаемые друзья, вся современная историческая наука напоминает мне историю, скажем, какого-нибудь психолога, который пытается понять поведение молодого человека в какой-то конкретной ситуации. И этот психолог находит огромное количество данных об этом человеке. Когда он родился, кто были его родители, какие учителя преподавали ему в школе, какой климат был в том месте, где он проживал, какие учебники истории он читал и так далее, и так далее. И весь этот огромный объем информации психолог сидит, анализирует, пытается что-то делать, выводы какие-то. И у него все задокументировано, все прекрасно объяснено, все положено. Но вывод неправильный в результате. Почему? Да потому, что он просто не учел того, что этот молодой человек влюбился. И все его действия были определены именно этой самой влюбленностью. Уважаемые друзья, не понимая вот этого, весь тот колоссальный объем знаний, информации, документов и так далее, которые можно нарыть со стороны, становится пустым, абсолютно бесполезным, а чаще всего и вредным. Вот ровно точно так же в любом совершенно деле нужно исходить от большого к малому, а потом идти обратно. Без понимания большого бесполезно что-либо делать. Из капли не воссоздашь океаны, если даже ты изучишь миллион этих капель. Но пока ты не поймешь, что такое океан, никогда не поймешь правила движения морских течений. Куда, так сказать, идет гольфстрим? Кстати, вот часто говорят, что гольфстрим скоро остынет. Вот тогда будет весело. Но это немножко другая тема. То же самое и в истории. Если мы не знаем, куда придет мир, то мы не поймем основного направления исторических течений. Соответственно, мы не поймем истинную мотивацию основных общественных объединений. И уже только потом вступают в силу непосредственно человеческий фактор. Желания, страсти или какие-то мечты людей, которые идут в этом потоке, в этом течении. Да, человек может, знаете, от берега к берегу вот так вот зигзагом плыть. Он может пытаться плыть против течения. Он может посередине, там по каким-то покраям. Но все равно он идет в потоке. Если мы не знаем, куда идет эта река, то бесполезно рассматривать отдельную конкретную рыбку или конкретного человека, который даже, может быть, плывет на лодке. Но река-то течет. Та самая Волга знаменитая, которая впадает в Каспийское море. На самом деле это не так. Волга впадает в Каму. А Кама уже впадает в Каспийское море. Вот она, чистая политика. Почему изменили географию? Потому что это было важно для вот этой так называемой русско-центричной картины мира, которую впихивал всем Сталин. Начиная от выдуманного Александра Невского, который, безусловно, был, но был совершенно другим. Продолжая Иваном Грозным и заканчивая той же самой Волгой. Конечно, как это Кама? Волга, Великая Русская река и так далее, и так далее. И так вот совершенно во всем. Друзья, вот именно исходя из этого мы должны рассматривать исторические события. Об этом я немного говорил как раз в своей статье. И вот эта вот страсть к документам, она должна быть, безусловно. Документы это круто, это очень важно. Но после того, после того, как мы поняли, что история, она идет в будущее, а будущее нам открыто широкими мазками, в общем, но открыто, и мы должны обязательно этим заниматься. Этим и занимается футурная история. И как пример приведу вам парочку таких интересных моментов в истории. В Советском Союзе, а сейчас в России, все знают, что французы позорно проиграли Вторую мировую войну. То есть они сдались немцам, потом сидели где-то там у себя в Париже, пили вино, потом прислали какого-то там Деголя, он там изобразил сопротивление. И вообще, ну, стыд, позор и так далее. И Франция с тех пор так и не восстановилась. Ну, как бы, все ясно и понятно. И вроде бы все действительно так и было. Но, уважаемые друзья, очень мало кто из тех, кто мыслит вот именно таким образом, задается одной простой мыслью. А почему, собственно говоря, тогда Франция участвовала в завершении Второй мировой войны в числе победителей наравне со Великобританией, Соединенными Штатами и Советским Союзом? Потому что добрый Черчилль разрешил Деголию это сделать. Зачем тогда англичане топили французские корабли во французских гаванях? Уважаемые друзья, если отбросить все пропагандистское шоу вокруг этого дела, то мы увидим одну простую вещь. Мы когда-нибудь еще будем дальше разбирать, но сейчас вот просто послушайте. Французы действительно победили во Второй мировой войне. Эта страна, которая ухитрилась сохранить территорию, большую часть своей территории не оккупированной, полностью сохранила армию, полностью сохранила свою промышленность, практически не потратила ни одного франка на борьбу с Германией, и в то же время вышла из этой самой войны во всеоружии абсолютно на коне. То есть, условно говоря, товарищи хитрые французы думали, что они, отсидевшись за договорным поражением, смогут сохранить свою армию, свою промышленность, инфраструктуру и так далее, и так далее, то есть, государство как таковое. И после того, как война закончится, на фоне разрушенных конкурентов подняться очень высоко. Вот он был план. И у них все должно было получиться, ведь так и есть. Англия была вся в долгах, как в шелках, в разрухе и так далее. Германия была уничтожена. Советский Союз в крайне сложном положении. Соединенные Штаты где-то там далеко за океаном. Франция, по всем прикидкам, должна была стать гегемоном послевоенного мира со своей сохраненной мощью. Однако, этого не случилось. Значит ли это, что предположение о договорном процессе участия Франции во Второй мировой войне неверно? Нет, не значит. Друзья, это значит, что что-то пошло не по плану. Вот что это значит. И если мы сейчас начнем разбирать в деталях, как наши любят это очень сильно, все тактико-технические данные каких-то там танков, самолетов, количество автоматических винтовок и болтовых винтовок там на единицу, так сказать, воинского подразделения и так далее, и так далее. Мы погрязнем в этих деталях и не поймем одной простой вещи. Что французы планировали одно, а получилось у них другое. Почему? Потому что кто-то помешал. Кто? Ну, конечно, в данном случае это Соединенные Штаты. Вот и все. Именно США не дали французам стать гегемоном в Европе. Каким образом? Они просто сами взяли на себя эту роль. Вот и все. И если мы посмотрим, как протекала Вторая мировая война, станет ясно, что Гитлер по договоренности с англичанами и французами пошел в поход на Советский Союз. А в Советском Союзе его уже ждала, так сказать, пятая колонна. Вся эта троцкистская верхушка Красной Армии. Кстати, вот тоже очень многие кричат, что вот там лягушатники воевать не умеют и так далее, и так далее. Уже, друзья, лягушатники воевать умеют. Я не знаю, как сейчас, понятно, что определенная деградация произошла. Но, по крайней мере, тогда это была одна из сильнейших армий мира, которая в Первую мировую войну показала всю свою боеспособность. Немцы не смогли разгромить французов. И почему вдруг такая перемена за какие-то там 20 лет нам объясняли, что это коммунисты, там всех разложили? Нет. Уважаемые друзья, это старая имперская нация. И они со всякими своими коммунистами справились бы просто-напросто в течение одного месяца, если бы было принято такое решение. Но решение было принято совершенно другое. Была задача, что Гитлер разгромит форпост Соединенных Штатов в Евразии и Советский Союз. И было подготовлено все для этого, потому что Великий Восток Франции, масонская ложа, была как раз одним из организаторов русской революции 1917 года. И Красная Армия, организованная как раз теми самыми масонами, ну, словно говоря, Троцкому пришли и передали ключи масонские. И огромная часть русского офицерства перешла в Красную Армию именно по указанию этой самой масонерии. И она же ими и осталась. И вот когда пришло время, французы сказали о-ля-ля, и немцев уже ждали. Англичане поддержали тему, но в последний момент, как всегда, соскочили, потому что им не нужна Великая Франция на континенте. И главное было, чтобы все-таки Германия сохранилась. То есть вот классическая английская разводка, чтобы Германия дралась с Францией на континенте. Это мечта Британии от начала времен. До этого была Священная Римская империя, Германская нация и так далее. Смысл примерно один, территории те же самые. Вот они должны были драться между собой, а англичане были бы таким неким арбитром, который бы все это вокруг разруливали. Поддерживая то одного, то другого, чтобы этот конфликт не утихал. Вот они этим и занялись, собственно говоря. Кстати, бомбардировки Гитлером в Великобритании, это тоже к этому относится. Зачем Гитлер бомбил Лондон? Сейчас нам объясняют только одним. Он был безумец, сумасшедший, чудовище. Друзья, Гитлер при всех его безумствах и недостатках был очень прагматичный человек. И талантливый правитель, безусловно. Иначе бы не завоевал полмира, условно говоря, не дошел бы до Москвы. И при этом он допускает такую глупость, вместо того, чтобы бомбить аэродромы, бомбить Лондон, восстанавливая против себя весь английский народ и заставляя их сражаться. Так что ли? Нет, конечно, это была договоренность, опять-таки, в обмен на поддержку Британии. Да, вот такая вот парадоксальная вещь. Политика, уважаемые друзья, она не такая простая, как кажется. Но если копнешь, то все становится ясно. Если видишь дальнейшую цель. Но если ты смотришь чисто тактически, вот здесь вот тогда все непонятно. Тогда остается объяснять только, значит, какими-то инфернальными склонностями одного человека, который великую германскую нацию, который великое германское государство, один вдруг затащил куда-то в болото. Но так не бывает. Есть объективные процессы, не зависящие от того же Гитлера. Или какого-то другого, конкретного одного человека. Мир, он такой, знаете ли, уравновешенный. Так вот, Франция и Германия должны были по английскому плану рано или поздно столкнуться. Но французы, понимая это, они просто-напросто соскочили в сторону. Сказали, нет-нет, товарищ Гитлер, иди вперед на Советский Союз. Мы тебе там все подготовили. И Гитлер пошел. И дальше все развивалось по плану. Но американцы впряглись и не дали рухнуть Советскому Союзу. Гигантские совершенно поставки по Ленд-Лизу, кстати, которые тоже не сразу пошли. Американцы смотрели, сможет Сталин удержаться или нет. Здесь очень интересный момент. Именно тогда англичане помогали Советскому Союзу, чтобы тот не рухнул слишком быстро. То есть, когда увидели, что Союз-то посыпался, что в исполнение приходит французский план, то англичане быстренько начали помогать, чтобы совсем уж быстро-то не рухнул. Потому что им важно было сохранить, например, Дальневосточную республику. Это был такой план изначально, за что, собственно говоря, Блюхер это расстреляли. Шел в английском ключе, пытался отделить Дальневосточную республику. Вот это было тоже нужно, чтобы там был некий противоезд зарождающемуся Китаю, в котором очень плотно работали американские агенты. Смотрю, тут все так запутано, все слеплено. И вот она, вот ситуация. Французы, в конце концов, добились своего с одной стороны, но проиграли, потому что американцы зашли слишком далеко. И вот здесь возникает один очень интересный вопрос. А надо ли вообще сражаться? Смотрите, есть как бы две крайности в данном случае. То есть, одна предполагает постоянно войну до победного конца. Очень много разных красивых слов. Типа там, лучше умереть стоя, чем жить на коленях и так далее. И так далее. Вторая, это говорит, нет, нет, там лучше не воевать. И если насилие неизбежно, то расслабься и наслаждайся. Уже, друзья, и ту, и другую крайность. Все это неправильно. Всегда истина где-то посередине. Где-то надо уступать, где-то надо биться до последнего. И если мы рассмотрим ситуацию с Францией, то они, условно говоря, пошли по пути чехов. Это чешский путь. Постоянно сдаваться, проигрывать, отступать, не сражаться. И в результате считать себя победителями. Ну, можно ведь и так рассмотреть, что да, вот чехи ничего абсолютно не потеряли. Ничего, никакой разрухи, ни жертв, ничего. А вот сидят себе сейчас там в центре Европы, классно живут. Очень даже замечательно. Там развивается промышленность неплохая. И вообще. Уважаемые друзья, посмотрите на то, в каком они моральном положении находятся. Это перебор. Ну, чехи, это специфика, да, чехи, это нация, сделанная из секты целиком. Поэтому там вот это накладывает на их душевное состояние определенный отпечаток. Французы ведь они не такие, это нация победителей. И вот тут они решили сдаться и проиграть. Да, казалось бы, все правильно, надо было сохранить армию, сохранить перенажность. Но не вышло ничего. Почему? Именно потому, что да, вот ушли полностью в одну крайность. Нельзя уходить в крайность. А в то же время там биться до последнего, издаться и умереть. Ну, умрешь. И чего? Иногда надо уметь отступать. И если мы рассмотрим, как, например, происходили события вот уже в недавнем прошлом. Это та же самая арабская весна. Вот посмотрите, Бен Али из Туниса просто сбежал. Ну, какое-то количество золота, говорят, увез там туда-сюда. Хорошо или плохо это было для Туниса? Вот он сдался, пошел по чешскому пути. Не стал там сражаться до последнего. Как сейчас живет Тунис? Плохо, трудно. Но без войны. А вот Башар Асад остался и дрался, и дерется, так сказать, до последнего. И как сейчас живет Сирия? Страшно и тяжело. И она практически разрушена. Вот и как тут выбирать? Не знаю. В каждом конкретном случае. То же самое вот Янукович, когда свалил вовремя, да. С одной стороны, я считаю, что это было самое большое счастье для Украины, когда Янукович просто убежал. Но в данном случае вмешались уже сторонние силы. И все изменилось. Не получилось сохранить плохой, но мир. И может быть тогда как раз стоило Януковичу там драться до последнего. Кто знает. Трудно сказать. Очень сложный выбор. И здесь обязательно надо смотреть как на прошлое, на опыт той же Франции. Так и на будущее. Кстати, вот интересно. Францию когда валили, понятно, что американцы были в Европе. Понятно, что они разместили свои войска. Понятно, что все им были должны. Но, кстати, Франция это не очень должна. Но основной удар по Франции нанесли ведь не в Европе, а в Индокитае. Их там разгромили. И хваленая французская армия ничего не смогла сделать. Ну, во многом потому, что в Индокитае работали американские агенты. Они же поставляли туда оружие и так далее. Очень длинная и интересная тема. То есть вот такие хитросплетения, уважаемые друзья. Все они вот в одном клубке. И разобраться, потянув просто за одну ниточку, ну бесполезно. Но если мы знаем, что это такое, может быть мы увидим, что это не клубок, а уже готовое изделие. Свитер или джемпер, который надо развернуть и посмотреть, как он лежит. И мы увидим вот ту карту, что и чего. Поэтому без общего представления ссылаться на источники бесполезно, а то и вредно. Поэтому, уважаемые друзья, история, как наука, не существует. Ее только надо разрабатывать. И разрабатывать снова. Потому что все старые принципы уже отжили свое. Ассаляму алейкум. Ва рахматуллахи. Лаборакет. Редактор субтитров А.Семкин